Это программа День с Толком. Студия Анастасия Дороган. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Уборочной компанией Края может грозить срыв. Все из-за цен на топливо. Какие меры должны помочь спокойствию рынка? Режим повышенной готовности вели у барнаульской многоэтажки. У стены здания обрушился кирпич. В Барнауле прошел финал уникального конкурса «Особенный вокал дети». Кому повезет записать песню с Димой Биланом? Около 16-этажного здания в Барнауле на Паловском тракте 126 вели режим повышенной готовности. Там дежурят спасатели и полицейские. Накануне вечером там обрушилась часть фасада здания. Пострадавших нет. Была порождена только одна припаркованная машина. По словам очевидцев, на 13-м этаже до сих пор весь свисает несколько кирпичей. Поэтому сейчас вход в здание огорожен красной лентой. Эксперты уже установили, что угрозы обрушения несущих конструкций здания нет. В администрации города решили, что необходимо демонтировать часть облицовочной кладки. Сейчас на месте работает прокуратура. По словам жильцов, за 20 лет со дня постройки это уже второй подобный случай. В прошлый раз застройщик убрал проблему, закрепив скобами три стены. Четвертую оставили без изменений. Именно на ней, на уровне 13-го этажа, образовалась трещина и посыпалась облицовка. ТСЖ считает, что восстанавливать здание, как и тогда, должна фирма. Однако все гарантийные сроки вышли, поэтому ответственность за объект, по словам застройщика, несет ТСЖ. В Алтайском крае могут производить больше сои. Причем рассматривают не только перспективы производства сельскохозяйственной культуры, но и ее переработки. В частности, компания «Таргет Агро» выразила свою заинтересованность в сотрудничестве с регионом. Об этом заявил Алексей Ерохин, заместитель министра экономического развития Алтайского края. Сейчас он находится на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Так, в 2022 году в регионе произвели 205 тысяч тонн сои. Наибольший вклад в урожай внесли аграрии Смоленского района. Там вырастили более 36 тысяч тонн культуры. А целинный район произвел 21 тысячу тонн. Также выделились Зональный, Быстроистокский и Петропавловский районы. С ростом спроса на культуру, площадь сои в регионе за прошедшие десятилетия увеличилась в разы. Кстати, переработкой сои в крае тоже занимаются. Однако в дальнейшем намерены наращивать мощность. Это не единственный вопрос, обсуждаемый в рамках форума. В сфере образования представители края провели переговоры с корпорацией «Синергия», по результатам которых определили перспективы дальнейшего взаимодействия. Добавим, Восточный экономический форум проводится уже в восьмой раз. Это международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества. Есть и еще одна тема, которую затронули на Восточном экономическом форуме. И касается она цен на топливо. Алтайские антимонопольщики оценят, насколько обоснована стоимость топлива на АЗС края. Исследовать ситуацию с бензином на рынке регионам поручила Федеральная надзорная служба. И в территориальном органе нам подтвердили, что получили соответствующие поручения из Москвы и проведут анализ цен на топливо для конечных потребителей, в том числе для аграриев. Последние очень ждут, когда ситуация стабилизируется, иначе уборочная может не просто сдвинуться по срокам, а сорваться. На сегодня урожай собран меньше, чем на 40% площадей. Тему продолжит Елена Макаренко. Краснодарский край, Новопокровский район, станица Ильинская. Нету никакого топлива, кроме газа. Вот сегодня 10 сентября. А тут в этой станице около 260 фермерских хозяйств малых. Средний размер хозяйства 60 гектар. Посмотреть это видео нам посоветовали алтайские аграри. Они всерьез опасаются, что дизельный кризис и, в принципе, ценовой беспредел, который наблюдается на топливном рынке страны в последние недели, могут затянуться и сорвать уборочную не только на юге страны, но и в Сибири. Если до нас это доберется в 100 рублей, это будет не прилично, а катастрофично. А как вы думаете, доберется до нас? Да, да, я считаю, доберется. Алексей Бутырский, фермер из Первомайского района, о проблеме с ценой на топливо и его дефицитом узнал от аграриев из других регионов и предусмотрительно закупил солярку впрок. Но примерно треть алтайских хозяйств, признают в Союзе фермеров края, испытывают сложности. По словам Александра Вайса, на темпы сбора урожая в крае пока больше влияет погода, но совершенно не радует рост цен на АЗС региона. Так, в Барнауле литр солярки сегодня стоит от 61 до 65,5 рублей. Это в среднем на 5-7 рублей больше, чем две недели назад. И это при том, что розничная цена ниже оптовой. Монопольный комитет должен заняться, почему у нас вдруг в стране, производящей столько нефтепродуктов, закончился собственный энергетический ресурс. В разгар уборочной кампании по всей стране. Об острой общефедеральной проблеме накануне говорили во время Восточного экономического форума. Президент отметил, в ситуации с ценами на топливо своевременно должен реагировать кабинет министров. Но производители и правительство договорились, как будут действовать в ближайшее время. А Федеральная антимонопольная служба на своем сайте разместила информацию о том, что контрольно-надзорные действия проведут территориальные органы службы. Территориальные органы проверяют экономическую обоснованность стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены для потребителей, в том числе аграриев. Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителя. Соответствующее поручение получило и алтайское подразделение, подтвердили сегодня в ведомстве. От собственных источников известно также, что Минсельхоз запросил информацию по необходимым объемам ГСМ для завершения уборочной у хозяйств и местных администраций. И после того, как будут сформированы объемы, пройдут поставки ГСМ, топливом аграриев начнут обеспечивать по разнарядке. Сельхозпроизводители говорят, готовы принять и такое решение, лишь бы вовремя собрать урожай и не допустить катастрофы. Как в аграрной отрасли, так и с ценами на продовольствие. Елена Макаренко, Владислав Ковалев. День с толком. Нехватка медицинских кадров по-прежнему основная проблема больницы поликлиник региона. До последнего времени не была исключением и больница скорой медицинской помощи номер 2 Барнаула. Здесь не хватало до 30% медперсонала. Ситуация начала меняться в прошлом году, а в этом на работу в больницу пришли 16 выпускников колледжа края. Благодаря чему бывшие студенты идут работать в многопрофильное учреждение и планируют ли они там остаться в нашем сюжете. От наставника я научилась манипуляциям каким-то, как себя вести в коллективе, как воспринимать профессию, тем более в нашем непростом отделении. Как вести себя с пациентами, как вообще обитать в этой среде. В отделении токсикологии, где помогают справляться с разного рода тяжелыми отравлениями, работать непросто. Алина за год втянулась благодаря наставнику. Программа наставничества, которая действует в больнице, дает свои плоды. Если в прошлом году в учреждение пришли 6 сотрудников среднего медперсонала, то в этом уже 16. Практически всех этих ребят я знаю, потому что они у нас проходили практику еще студентами. Проходя практику, они изъявили желание после окончания колледжа прийти к нам в больницу, потому что им понравились коллективы, там, где они в тех отделениях проходили практику. Анастасия работает тоже не в самом простом отделении. За плечами год освоения профессии вместе с наставником. Мы всему учим. Полностью работаю в реанимации, работаю в анестезиологии, оказание неотложной помощи. Когда вы почувствовали, что вот прям Настя этого помощь уже все, сколько времени прошло, для того, чтобы она адаптировалась? Месяца три. Ты планируешь здесь остаться надолго? И что должно, что может тебя задержать здесь надолго? Ну, вообще, все здесь работаем не ради зарплаты, потому что это реанимация, все ради идеи и чтобы помочь людям. Мне всегда хотелось быть нужной и работать в команде, поэтому я здесь. И хотя для Анастасии зарплата на данный момент не является приоритетом, многие молодые специалисты со временем уходят в частные клиники, выбирая более комфортные условия труда. Как нам рассказали в БСМП номер два, на данный момент здесь стараются создать такой климат и такое разнообразие выбора. А в учреждении 33 отделения самого разного профиля, чтобы молодежь задержалась в больнице как можно дольше. Пока мы, к сожалению, предлагаем только опыт и знания, но больше, чем в нашей больнице, наверное, они нигде не получат. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле не ослабевает контроль качества школьного питания. Сейчас учебные учреждения посещают сотрудники Роспотребнадзора. Они проверяют качество еды и соблюдение нужных требований в столовой. Специалистам активно помогают родители. Все ли стороны остались довольны во время сегодняшнего осмотра, расскажет Данил Кузнецов. Кашу и сырники, приготовленные час назад для первой смены 131-й гимназии, уже разносят по столовой. А блины поливают сгущенкой за пару минут до перемены. А вот котлеты с овощами готовят уже для следующей смены. Комбинат школьного питания «Глобус» не использует полуфабрикатов. Все делается вручную. Мы готовим на местах. То есть продукты приходят, приезжают на машинах наших. Мы осуществляем приемку. И из этих продуктов мы уже непосредственно на своих рабочих местах осуществляем приготовление пищи для деток. Качество еды для детей сегодня проверяет специалист Роспотребнадзора. Эксперты приходят в школы каждый сентябрь. Изучают калорийность, энергетическую ценность пищи и качество приготовления. Помогают им в этом родители учеников. Да, еще в начальных классах были небольшие недочеты, но опять же школа это устраняет сразу. В следующем проверке уже подобного нет. Ну и в принципе можно прийти посмотреть любой день, как говорили уже директор, по запросу. Все подобного больше не было. А скажите, какие недочеты были? Больше по сервировке и по порядку изначально, по едению, по качеству еды нет. Я сегодня ела кашу, йогурт, оладши, чайки варят. Что из этого было самое вкусное? Вкусное было йогурт, оладши и каша. Питание при этом остается бесплатным. А набираются сил в столовой не только школьники, но и преподаватели. А разделения в меню нет. Учителя говорят, что даже их впечатляют некоторые порции. Каши на молоке, все замечательно. То есть завтракаю я кашами. А на обед обязательно это первое. Второе. Супы разнообразные. Всегда все готовится примерно где-то за час. То есть все свежее. Сотрудник Роспотребнадзора оценил не только качество еды, но и общую атмосферу в столовой. Это очень важно, когда ребенок заходит в светлый обеденный зал, в котором присутствуют яркие цвета, посуда, допустим, та, которая уже современная, которая вызывает именно желание кушать, подача блюд, такая, которая не просто там что-то кинули в тарелку, а именно что-то, это яркая каша, да. Сегодняшняя проверка прошла успешно. Довольны остались и надзорный орган, и родители школьников. Кстати, скоро здесь повесят экран, где будут транслировать правила поведения в столовой и другую информацию, связанную с приемом пищи. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Подпевали все. Дима Билан выступил на благотворительной акции в Барнауле. Звезда российской эстрады поздравил участников вокального конкурса «Особенный вокал. Дети» и познакомился с Велимирой Шадриной, победительницей конкурса, с которой совсем скоро запишут музыкальный хит. Подробнее о детях, чьи творческие способности не имеют границ, расскажет Валентина Аскерова. У этой девочки все только начинается. Музыкой юная Велимира занимается 8 лет. Малышка от рождения незрячая. Но это не мешает покорять музыкальный олимп и пробивать сердца жюри на уникальном в России конкурсе «Особенный вокал. Дети». Песенный конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья появился благодаря волонтерскому проекту «Мехутка». На музыкальный поединок пришли 50 вокалистов из разных регионов Сибири, где два дня отбирали самых талантливых. После слепых прослушиваний жюри выбрало 10 участников. Они и стали финалистами. В итоге пальму первенства жюри присудила Велимире Шадриной. У меня было три кандидата. Но победительница, так как она была в самом конце, она просто покорила мое сердечко. И я подумал, что как будто и нет других вариантов. Я чуть-чуть опоздал в комнату, где принималось решение. И когда я пришел, я говорю, ну что у вас? Они говорят, ну девятый номер. Я говорю, а, все понятно, да, единогласно. Победительница поедет в Москву для записи совместной песни с российской звездой Димой Биланом. Даже если бы я здесь записала трек с Биланом, я бы была тоже безумно рада. А ты знаешь, какую вы песню будете с ним петь? Нет. Не знаешь, для тебя это сюрприз. Я вообще не знаю, что я выиграю. Для меня это вообще все удивление. Я очень рада, удивлена. А вот и сам Дима Билан поет для детей с ограниченными возможностями здоровья. Приезд кумира стал настоящим сюрпризом для финалистов. Артист, к слову, приоткрыл завесу тайны совместного хита с победительницей. Мехутка предложили мне музыку, и я в нее влюбился сразу. Действительно, очень красивая баллада, очень смыслообразующая. Ну и, мне кажется, такие истории должны происходить. Их должно быть достаточно много, насколько это возможно. Когда мы услышим? В ближайшее время, абсолютно. Мы стараемся все по горячим следам делать. Вместе с Димой в Барнаул приехал и победитель третьего сезона шоу «Голос. Дети» Данил Плужников. Вместе они исполнили песню «Мама» для мега талантливых детей, у которых однозначно есть все шансы, так же, как и им, собирать стадионы. Вставал и уходил, прощения не просил, так жаль, что я таким когда-то был. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Немцы по крови, живущие в разных регионах России, приехали на Алтай на футбол. Они играют товарищеский матч с профессиональными командами и немцами, живущими в крае. Зачем им это нужно и кто победил, расскажет Данил Кузнецов. В желтом – сборная российских немцев, в синем – алтайских. Две, казалось бы, разных команды едины корнями. Поэтому противостояние у них только в спорте, а в жизни – дружба. Да и матч товарищеский в рамках укрепления национальных отношений. Самое большое количество российских немцев в стране живет в Алтайском крае. И это для нас такой важный пункт здесь. Ну и второе, у нас большая дата в этом году – 260 лет. Манифесту Екатерины II, которым она пригласила иностранцев селиться в Россию. На счету сборной российских немцев «Русдойч» – участие в европейских играх в Германии и Италии. Однако товарищеские матчи в качестве тренировки не повредят. Ведь команда зачастую обновляет состав и нужна сплоченность. Объединяются не только на поле. В свободное время мужчины готовят народные блюда или учат немецкий язык. Там мы соревновались в плане кулинарии со всякими блюдами. И вот, и ребята, условно, мы покушали. И прежде чем заниматься своими делами, кто-то там куда-то уйти, мы сразу резко начали все убираться, столы вытирать. И даже наш один из организаторов говорит, ну вот, сразу видно, говорит, ну немцы они в основном сразу там покушали, убрались сразу, говорит, сразу видно уже русские немцы. Но объединиться на поле поначалу никому не вышло. Может, иностранцы не оценили наш газон или трава была скользкой, но мячи летели мимо. Потом спортсмены российской сборной вспомнили тактику немецкого футболиста Франца Бакенбаура. Алтайская команда подслушала и рассказала ее суть нам. Но даже зная секрет противника, сборная края была повержена. 4-1 в пользу российских немцев. Накануне сборная Рус-Дойч успела сыграть с Динамо, а сейчас заканчивают сражение с темпом. Следующие матчи проведут в селе Гальпштадт немецкого района. А уже 23 сентября немцев края и России объединит культура. В ДК города пройдет национальный фестиваль. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok